После официального принятия федерального закона об охране здоровья граждан в Российской Федерации, Казанский университет начал работу над созданием новейшего трансляционного цикла. Речь идет не только об исследовательских центрах для фундаментальных исследований, но и о центре клинических исследований. А что касается новейших проектов, то в настоящий момент ученые КФУ уже трудятся над проектами нейрореабилитации, фармакогеномики и проектами по использованию стволовых клеток для лечения ряда заболеваний. Данные проекты уже находятся на стадии реализации. Основная помощь – это трансплантация кровотворных стволовых клеток, потому что если при наработке новых клеток крови сбился алгоритм, например, больше лейкоцитов вырабатывается, это уже лейкозы какие-то, то надо, соответственно, весь этот росток кровотворный убить, но когда ты убьешь, клетки крови не будут появляться, и значит надо посадить новые. Этот проект является действительно целостным. Сюда вовлечены не только медики, но и специалисты – от фундаментальных биологов до физиков, химиков, айтишников. В этом заключается уникальность проекта. Возвращаясь к вопросу о стволовых клетках, стоит отметить, что в Казанском федеральном функционирует биобанк для работы в области клеточных технологий. И теперь крайняя степень заблуждений вокруг вопросов о стволовых клетках однозначно исчезнет. Мы занимаемся сохранением стволовых клеток, выделенных из пуповины крови. Пуповинная кровь забирается сразу после рождения ребенка. Образец силами наших сотрудников приводится в биобанк, выделяется концентрат стволовых клеток. Образец проходит частичное обследование, подготовится к замораживанию, замораживается, закладывается на карантинное хранение. Немало важно то, что доступная возможность сохранить свои стволовые клетки есть у каждого. Данная услуга является коммерческой, но не очень дорогой. При условии, что образец стерильный, мы готовим документы, только после этого происходит оплата. То есть авансов предоплаты вносить ничего не нужно. Сумма основного договора 39 500. Сюда входит привезти пуповинную кровь в лабораторию, выделить концентрат, провести полное обследование и первый год хранения. Медики и ученые Казанского университета утверждают, в мире действительно есть такие проблемы, решения которых невозможно без стволовых клеток. К примеру, известная телеведущая Ксения Собчак решила сохранить стволовые клетки своего ребенка, которые, безусловно, еще могут быть полезны. Она правильно это сделала, потому что, так сказать, после рождения ребенка, когда ребенок родился, плацента еще не отошла. В планценте, после отсоединения ребенка от плаценты, до 200 миллилетров крови ребенка. Но концентрация стволовых клеток кровотворных вот в этой плацентарной крови, она такая же, как в красном костном мозге. Вопрос о геномике также переживает бум во всем мире. Известно, что в каждой клетке в ядре записана генетическая информация обо всем. Здесь важно выяснить, какие гены работают, чтобы выявить необходимую информацию. Яркий пример тому – история известнейшей актрисы Анжелины Джоли. Актриса пошла на мастоктомию, чтобы избавить себя от аномалий генов в клетках, спасая свою жизнь от встречи с онкологией. И, кстати, совсем недавно Республиканский онкологический центр провел с помощью КФУ масштабное обследование жительниц Казани. И когда их проверили на носительство этого дефектного гена, то оказалось, у казанских женщин таких дефектов мало, в отличие от американцев и европейцев. Но опухолей все равно много. Разгадка в генах. На сегодняшний день ученые и исследователи КФУ уже прилагают максимум усилий, чтобы ответить на этот большой глобальный вызов. Аделя Шамилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.